Добрый день! Полезная информация прямо сейчас в регионе. Вместо старых плит новый асфальт. В Архангельске на площади Ленина начались большие работы по ремонту пешеходных зон. Подрядчик обещает, центр города заметно преобразится. Артемий Заварзин выяснил, как именно. У Архангельской высотки такую картину можно было наблюдать разве что в прошлом веке, когда возводилось само здание. Тротуарные плиты аккуратно сложены, чтобы вновь стать частью пешеходной зоны. Подрядчик демонтировал бетонные квадраты и выравнивает грунтовое основание. За десятки лет оно просело на несколько сантиметров. Восстанавливаем продольный профиль этого тротуара. То есть укладываем те же самые бетонные плиты, которые были до этого. На данный момент сделано порядка 200 квадратных метров, то есть 200 плит. А еще будет сделано примерно столько же. Обновятся и дорожки, которые ведут к памятнику Ленину. Работы в разгаре, а горожане уже дают первые оценки. Конечно, хорошо. Чтобы всегда везде было хорошо и приятно ходить, чтобы не падать. Приятно будет ходить и по тротуару со стороны высотки. Как рассказал начальник управления транспорта и дорожно-мостового хозяйства Алексей Потолов, здесь на смену старым бетонным плитам придет асфальт. Здесь необходимо учитывать, что в связи с укладкой асфальтобетонного покрытия придется еще бортовой камень менять. Это дополнительное средство. Ну и думаю, что те средства, которые мы вложим, они, конечно же, будут оправдывать себя. Площадь Ленина – это центральная улица города. Проводится много массовых мероприятий, так сказать, и жителям города, и гостям города будет приятно ходить по ровному, красивому тротуару. На устранение деформации на тротуарах площади Ленина из городского бюджета выделено свыше 300 тысяч рублей. Работы подрядчик планирует закончить уже на этой неделе. Благоустраивать в центре Архангельска совсем скоро начнут и Чумбаровку. Ремонтные работы развернутся и на Чумбаровке. Проект благоустройства главной пешеходной улицы Архангельска выходит на аукцион. Итоги будут подведены не позднее 30 июля. На выполнение работы у строителей будет два месяца, и уже к концу сентября Чумбаровка предстанет перед горожанами обновленной. Артемий Заварзин, Ольга Красулина, Архангельское телевидение. Теплая погода, пришедшая наконец в наш регион, обязательно повысит активность клещей, хотя эти кровососущие уже неплохо порезвились в южных районах области. На сегодня в Поморье зарегистрировано 1363 обращения за медицинской помощью по случаю присасывания клеща. У четверых укушенных подозрения на клещевой энцефалит. Традиционно наибольшая активность паукообразных наблюдается на юге области, в Вельском, Конорском и Устьянском районах. Тем не менее, специалисты Роспотребнадзора рекомендуют всем, отправляющимся в лес и на дачу, быть осторожнее. Необходимо применять меры предосторожности, то есть соответствующим образом одеваться, чтобы рукава плотно прилегали, чтобы одежда, в этом случае, клещ не заползал под одежду. Кроме того, необходимо проводить самые взаимоосмотры, применять репелленты, отпугивающие средства. Питьевая вода в Котласском районе небезопасна по многим показателям. Об этом на протяжении последних лет много писала местная пресса. Говорили депутаты, и вот результаты последних исследований зафиксированы в судебном порядке. В пробах воды, взятых из источников на территории Котласа, Приводина, Шипицына и Сольвычегодска, было обнаружено высокое содержание железа. Также образцы не соответствуют норме по цвету и мутности. Нарушение санитарно-эпидемиологических норм стало поводом для обращения в суд. По фактам выявленных нарушений, прокуратурой предъявлены иски к МО Котлас, МО Шипицынская, МО Приводинская и МО Сольвычегодская об обязании обеспечить подачу питьевой воды надлежащего качества жителям города и поселений. Суд удовлетворил требования представителей закона до конца 2018 года. Муниципальное образование и ресурсоснабжающие организации Котласа и Котласского района обязаны обеспечить жителей качественной питьевой водой. В Архангельске кое-где отключена горячая вода в связи с профилактическими работами, а по некоторым адресам воды вообще нет из-за аварийных ремонтов. Туда и будет осуществляться подвоз воды сегодня после 18 часов. Доставку организует водоканал. Адреса указаны на экране. К другим темам. Более 500 случаев интернет-мошенничества зарегистрировано в Архангельской области с начала года. У меня под рукой городской телефон, два мобильника. Нет позвонить сыну где-то, а сын дома. Вот так вот облапошили, хоть бы что. Владимир Александрович заплатил телефонным мошенникам 30 тысяч рублей. Тревожный звонок по мобильному застал пожилого человека врасплох. В тот момент все предупреждения об аферистах просто вылетели из головы, говорит мужчина. Ведь речь шла о самом близком человеке. Перехватывая трубку, я следователь, ваш сын ударил кого-то, значит, кто стукнулся затылком об ступеньку лестницы, в реанимации лежит, грозит уголовное дело. Если не желаете, чтобы дело раскручивалось, уголовное заводилось, заплачите. Именно о таких схемах обмана студентка Софу Дарья Жданова всегда предостерегает свою бабушку. Девушка, конечно, в курсе того, что мошенники сегодня очень изобретательны, но сама попалась на удочку преступников. В социальности ВКонтакте мне отправили сообщение о том, что в интернет-магазине проходит акция, что в день рождения тысяча рублей на все товары. То есть любой товар я могу купить за тысячу рублей. Я как-то была вся в день рождения, как-то даже не подумала об этом и решила, почему бы не упустить возможность. Решила это сделать, выбрала там себе вещь, оплатила. Разумеется, оплаченные покупки Даша так и не дождалась. Доверчивость и желание сэкономить – вот главные союзники аферистов, отмечают в полиции. Например, вам говорят о выигрыше крупной суммы, но для получения приза просят оплатить комиссию. Или присылают сообщения с просьбой вернуть деньги, якобы по ошибке отправленной на ваш телефон. Сценария в десятке. Аферисты прочно зашли в интернет-пространство и сферу информационных технологий. Поэтому теперь правоохранительные органы выделяют такие преступления из общего массива деяний, квалифицирующихся как мошенничество. Руководство видит, что ситуация на самом деле складывается в этом направлении достаточно тяжелая. Принято решение о создании на базе УВД специализированной группы, которая занимается именно расследованием, раскрытием данного преступления. Значит, в нее вошли как сотрудники следственного управления, так и сотрудники оперативных служб. Сотрудники МВД не устают повторять, нужно быть на чеку, проявлять бдительность и никому не сообщать реквизиты своих банковских карт. Ни под каким предлогом не переводить деньги незнакомым людям. Но если вы все-таки попались на уловки мошенников, пишите заявление в полицию. Там научились разматывать преступные цепочки, которые часто уходят в другие регионы. Например, те, кто обманул пенсионера Владимира Пирогова на 30 тысяч рублей, уже установлены. Осталось только взыскать с них деньги. Михаил Меньшанин, Ольга Красулина, Евгений Языков, Архангельское телевидение. К другим темам сегодня отмечается День социального работника. В этой сфере трудятся представители самых разных профессий. От воспитателей в детских домах и работниц, помогающих немощным старикам на дому, до чиновников. Это сегодня у кабинета Тамары Красоткиной пусто. Обычно социальный работник принимает не меньше 15 посетителей в день. Вопросы, которые приходится решать в ежечасном режиме, самые разные и часто болезненные. От устройства детей в приемные семьи и контроля за их пребыванием там, до согласования выписки несовершеннолетних со старой жилплощади при приезде семьи в новые условия. За почти два десятка лет в чиновничьей должности она по-прежнему переживает, если выявляются нарушения прав детей. Все было в более упрощенной форме. Сейчас мы подходим к этому больше с точки зрения закона, что ли. Акты все принимаются более такие весомые. Небольшая зарплата, зачастую ненормированный рабочий день, конечно, смущает. Однажды Тамара Викторовна решила даже сменить работу, но вернулась. Считает своим призванием решать детские проблемы, которые, к сожалению, неизменны. Чаще всего это разводы, после которых один родитель ограничивает общение ребенка с другим. Я 17 лет уже здесь. Только семьи пять были. Нормальные отношения. То есть люди разошлись, но остались между собой в нормальных отношениях ради ребенка. Мы пытаемся договориться с родителями. Сначала разговариваем с одним, потом со вторым родителем. Пытаемся договориться, чтобы они заключили мировое соглашение. Коллега Тамары Красоткиной Лариса Ивашура в профессии всего два месяца. Решает она совершенно другие задачи. Отвечает за организацию летнего отдыха школьников в своем Ломоносовском округе Архангельска. Но специфику труда соцработника даже за столь короткое время успела понять и принять. Бывают и конфликтные ситуации. Но применяя свои какие-то человеческие качества, пытаемся все это загасить в самом начале, чтобы у человека не было таких негативных настроений, уйдя от нас. Вместе с Тамарой Красоткиной и Ларисой Ивашурой свой профессиональный праздник отмечают сегодня еще более 5000 жителей области. Именно в этот день мы можем сказать им большое спасибо. Вадим Федосеев, Евгений Зыков, Архангельское телевидение. К этому часу у нас все. Итоги подведем в автографе дня в 19.20 на телеканале ТВ-Центр. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова